Они были высланы на чужбину, но сила воли и вера в светлое будущее дарили им надежду на возвращение домой. В преддверии 76-й годовщины депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан мы продолжаем знакомить вас с очевидцами высылки. Это люди с разными судьбами, но схожей историей. Своё детство в депортации вспоминает Алихан Ахильгов, помнит почти всё до мельчайших подробностей. Как ехали в Казахстан, выживали и радовались возвращению на родину. Но с ним встретилась Жалидат Халухоева. Когда в тот февральский день в их дом напротив медицинского института в Аджоникидзе постучались военные и объявили о срочном сборе, Алихану Ахильгову было всего 8 лет. Возраст, как говорит сам дедушка, бессознательно сохраняющий в памяти события до мельчайших подробностей. Вот и он помнит, как мама по совету офицеров взять тёплые вещи вытаскивала из чула на большой тулуп, а уже в него складывала шерстяные одеяла и кое-что из еды. Нас когда везли через Сталинград, уже Сталинград был освобождён, поэтому наш эшелон там почти целый день стоял почему-то. Потом мы двинулись, эшелон двинулся в сторону, к северу, до Саратов мы доехали. И потом повернулся эшелон, а наши, которые старшие поколения, наши, ооо, то, что мы молились, дошло до Сталина. Но нас, видать, уже возвращают. Мы повернули. Но мы же не знали, и люди же не знали о том, что нас в Казахстан повернули, не в Сибирь. В вагоне эшелона вместе с Ахильговами было ещё 13 семей. Их долгий путь закончился 16 марта 1944 года на станции Есельского района Акмолинской области. Привезли их в колхозный клуб, откуда всех распределили по местным жителям. Алихан вспоминает, была ночь, когда их подвезли к Соломиному дому. На пороге их встретила русская женщина. Настороженно они относились первые месяца. А потом увидели то, что такие же обычные люди и всё такое. И, между прочим, моя покойная тётя сохранила дружеские отношения первой хозяйки, куда мы попали. Русская женщина. Она переписывалась. Она к нам на Кавказ приезжала. В Есельском районе Ахильговы прожили только год. Уже в 1945 году они переехали в город Макинг. Отец Алихана до выселения работал на заводе и имел хорошие связи. Он присылал достаточно денег, так что они смогли построить дом и обзавестись коровой. Для семи из восьми человек это была большая помощь. Уже приспособлены были к жизни. Самое главное, что мы уже пытались помочь родителям, нашим женщинам. Помогали тоже за водой. В колодец ходили, на самках ходили, зимой ходили. За полтора километра воду возили. Вот такого не было, как сейчас во дворе. В каждом доме подведены воды. Очень тяжелая жизнь была. В 1946 году Алихан пошел в школу. Учителя, как и школьники, были из депортированных. Балкарцы, крымские татары и немцы. Алихан вспоминает, на отдых пионерские лагеря их, как правило, не допускали. Поэтому дети сами искали себе развлечения. Зимой играли в хоккей, а летом гоняли самодельный футбольный мяч. В футбол, в спортивный волейбол играли. Но в Казахстане у меня достижение было, что я капитан команды городской, юношеской. Юношеской был, на областных соревнованиях, на спартакеадах. Мы в Акмолинской области. А Акмолинская область почти в Северный Кавказ. Вот такая вот сейчас столица Нур-Султан. Это раньше Акмолинская, потом Астана стала. И сейчас столицей стал этот город, где я в этой области жил. Поэтому вся жизнь у меня с футболом связана. Это увлечение определило его будущую профессию. В 1953 году Алихан Ахильгов поступил в Алматинский физкультурный техникум. А через год, в 14-летнем возрасте, он начал свою трудовую деятельность и должность рабочего на каменоломне. Как бы тяжело ни было, в ссылке люди боролись за свои права, делится дедушка. В 1957 году, вернувшись из депортации, Алихан устроился совхоз-механизатором. После года работы он был избран секретарем Назрановского райкома. Начиная с 1993 года, около 30 лет, Алихан Ахильгов был президентом фонда помощи депортированным народам. Помогал в отдыхе и лечении детям-сиротам из семей, вынужденных переселенцам, пострадавших во время этнических конфликтов и во время боевых действий в горячих точках России. Радат Хулухоева, Магомед Белакиев, Новости 24.